Павел Николаевич, действительно ли вы собираетесь закрыть почту в совхозе Ленина и в связи с этим преднамеренно поднимаете ряную плату? Откуда такие сведения, что мы собираемся закрыть почту? Эти сведения, письмо было опубликовано в интернете, не знаю как, сейчас переписка деловая с вашей почтой оказалась... То есть, мое письмо или письмо совхоза Ленина оказалось в руках у кого? Оно оказалось в интернете, в открытом доступе, то есть вообще в открытом доступе. В интернете-то там тоже есть какое-то название? Ну, на аккаунт канале, который мы не будем рекламировать. А, ну ясно, то есть у наших врагов. У наших нет врагов. Ну ясно, ну и что там написано? Ну, написано, что вы собираетесь повысить олимплату за пользование здания, в котором располагается совхозная почта. И люди, которые комментируют это, ну опубликовали это письмо, выражают, делают такие линки, как вот с Домом культуры выражают обеспокоенность о том, что всем придется пользоваться развилковской почтой. Ну, слушайте. Есть ли у вас такие намерения? Нет, ну, подожди. Во-первых, вот каждый бред, который несет вот эта группа, его, конечно, можно тиражировать и объяснять. Ну, если они полные идиоты, я ничего сделать не могу. Ну, они-то те же заводят. Подожди, вот как все начиналось? Действительно, между губернатором Московской области, Воробьевым, и руководителем почты России, который по Московской области, было подписано соглашение. Там написано, что в рамках этого соглашения 300 почтовых отделений в Московской области должно быть отремонтировано, проведено в единый стандарт. На основании этого у нас возник вопрос, а наша почта, которая находится в здании, которое принадлежит совхозу Ленина, вводит в этот перечень? Да, потому что из муниципального бюджета, а мы это видели при последнем принятии изменений в бюджет, было видно, что больше 30 миллионов, 31 миллион направлено на два почтовых отделения, для того, чтобы привести их в соответствие на текущий и на капитальный ремонт этих помещений. Естественно, возник вопрос, почта-то сама собирается, тоже деньги тратит, потому что мы, конечно, можем все содержать, но в любом случае даже лампочки на почте меняется совхозу именделения. Хотя там написано, что текущий ремонт проводится самой почтой. Мы не поднимали никогда арендную плату и всегда этим занимались. Естественно, на звонок замрукатель почты домодедовского отделения сказал, что, знаете как, а вы напишите нам письмо. Причем вопрос-то стоял так, а вы не хотите переехать в муниципальное здание, рядом находящееся, потому что муниципалы могут отремонтировать свое здание, например, если это в программе есть. Но для этого вам нужно переехать в муниципальное здание. Он говорит, да мы бы с удовольствием переехали в муниципальное здание, но таких предложений не поступало. Он говорит, ну обратитесь к ним, может быть они пойдут вам навстречу. Тогда у вас будет возможность отремонтировать почту за муниципальные деньги, ну и будет новое почтовое отделение. Он сказал, слушайте, ну для того, чтобы моему начальству обратиться, вы мне напишите в том числе в письме, что вы собираетесь поднять арендную плату. Ну потому что это вроде как основанием будет являться для того, чтобы вопрос поставить перед муниципальными служащими о том, что может быть вы нас пустите в муниципальное здание. Потому что оно сейчас в аренде у какой-то рота Агро, у коммерческой структуры, муниципальное помещение, а почта почему-то сидит в арендованном помещении у совхоза Ленина. Вот так пошел разговор. Ну и по его просьбе мы написали такое письмо и написали в том числе, что арендную плату планируем повысить. Ну понятно, что мы никогда этого не делали, все равно почту нужно ремонтировать. Каким-то образом этот документ оказался в руках, теперь получается, у этих врагов. Причем ясно, что мы его никому не давали, почта клянется и божится, что она тоже никому ничего не давала. И он, вот этот руководитель, предположил о том, что может быть это районная администрация сразу, а мы это выдели неоднократно. Все письма, которые мы направляем в районную администрацию, каким-то образом оказываются у райдеров. И они уже слились, даже никто не понимает, кем командует. То этот Извеков говорит, что рота Агро охрану наняла. То, значит, глава муниципального образования Спаски дает доверенность одному из юристов-рейдеров, который прям участвовал в различных делах, это группа ЮСТ. И он дает ей полную доверенность. Это, оказывается, в деле. Поэтому слияние между муниципальной властью, рейдерами и бандитами, которые захватывали дворец культуры в масках, это все одни и те же лица. Они уже этого практически не скрывают. Ну и каким-то образом это письмо попадает. Сразу скажу, что никаких планов повышать аренную плату, выселять почту ни у кого нет. Мы ходим на эту почту сами. Какой же смысл? А все их вот эти вот глупости, которые они распространяют. Ну, золотая осень отнимают у пенсионеров. Посмотрите, что сейчас там происходит в золотой осени. Дворец культуры отнимают у детей. Да, посмотрите, дети ходят в кружки, но только из-за того, что они там захватили дворец культуры, и нас туда не пускают вообще. Поэтому дети там не могут заниматься. А у них уже нет кружков, они там что-то рассказывают. Но новый набор они осуществить не могут, потому что все ходят в наши кружки. Им бы по-хорошему просто уехать и освободить. Спорт уже видно, как сейчас развивается. И не потому, что муниципалы этим занимаются, а именно потому, что мы им помогаем. То, что они никак не могут заключить договора на фитнес, который частично в их собственности, частично в наши, они до сих пор договора заключить не могут. Но мы же не отключаем их ни от электричества, ни от коммунальных платежей, хотя за два месяца неуплаченная арендная плата. Ну и пытаемся как-то с ними договариваться. А эти бездельники, они просто вот, как это, пытаются здесь территорию социального оптимизма развалить. И то, что они заменили Добренкова на Извекова, и то, что они поменяли хорошего директора школы Рыбкина, на вот эту вот, я даже не знаю, как ее называть, в результате, что в школе происходит, мы это уже видим, в результате того, что они сделали с Дворцом культуры, заблокировав возможность детей заниматься. Это все действие только направлено на развал какой-то. Вот теперь они провокацию с почты устроили. А мне звонила директриса, то есть руководитель почты, в шоке просто. Она говорит, мы эти письма никому не давали, их не было ни у кого. Она говорит, ну просто, значит, администрация еще раз пытается дестабилизировать здесь ситуацию.